Выдающихся земляков нужно знать в лицо. Одна из них Наталья Иванова, учитель истории, классный руководитель, создатель школьной медиа-студии, режиссер и гример. Как успеть все, если в сутках только 24 часа? И как стать лучшим другом для учеников? Наталья Васильевна рассказала о нашей съемочной группе. Здравствуйте, с вами школьная радиопередача «Новости». Сегодня я бы вам хотела сообщить просто глобальную и очень интересную новость. Мы решили выпустить свой художественный фильм. Первый шаг в профессию журналиста дети 59-й школы Чебоксар делают сегодня. И все благодаря медиа-студии, которая появилась здесь в 2018 году под руководством Натальи Ивановой. Тогда к обязанностям классного руководителя и учителя истории добавились новые. Учить подрастающее поколение основам видеомонтажа, фотошопа и написанию сценариев. От учителя уже мало просто преподавать предметы или просто быть классным руководителем. Он должен, я считаю, иметь многое. Это очень важно для того, чтобы дети получали самые разнообразные науки. Когда ты любишь то, что ты делаешь, и когда ты увлечен, то ты готов в это вкладываться в любое время. И после работы, и в выходные дни, и на каникулах. Любовь к своему делу и к детям. Вот и весь секрет делится учитель. Под руководством Натальи Васильевны ребята выпускают школьную газету, ведут радиоэфиры, учатся брать интервью и даже создают документальные картины. Самая большая работа – фильм о Святотроицком мужском монастыре города Чебоксары. Она добрая, от нее идет поддержка в любом вопросе. В принципе, это и моральная поддержка. Она может научить, научить работе с техникой новой, каким-то интересным подходом к работе. Сейчас над созданием разнообразных медиапроектов трудится около 20 юных журналистов. Наталья Васильевна выступает в роли режиссера, продюсера и даже гримера. Я раньше вообще этим не занималась. И Наталья Васильевна очень сильно помогала. Наталья Васильевна для меня является просто другом, самым лучшим, с которым я могу поделиться любыми секретами и который всегда меня поддержит. В прошлом году студия выиграла всероссийский грант на создание мобильного медиакласса. Теперь дорога в мир интервью и сценариев открыта и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Формат их вовлечения может быть самым разным. Это действительно и дистанционный формат, когда дети, которые не могут часто посещать школу, выходят с нами на связь через Zoom или через Skype. И мы проводим редакционные коллегии с ними. Связать жизнь с журналистикой – детская мечта Натальи Васильевны. Ее мечта стала проводником во взрослую жизнь для многих школьников. Выпускники продолжают журналистскую деятельность в медиа-центрах города и в университетах, а также работают на телевидении. Анна Центовская, Юлия Адюкова, Никита Павлов, Республика.